Тюркского Каганата Ашина Бумын Каган Бумин, Тумен, Тумене, Кит Упор Тумен Основатель Тюркского Каганата 552 год И его первый Каган Вождь племени Ашина Ашина во время великого переселения народа в часть гуннов осталась на предгорьях Алтая Они остались жить здесь под управлением вождя Тюркского Каганата Третий вождь племени Ашина 542-552 Иолык Каган Преемник Кары Иссык Хан Первый Тюркский Каган 552 предшественник Должность учреждена Преемник Кары Иссык Хан Рождение 490 Смерть 552 Тюркский Каганат Место погребения Место захоронения неизвестно Род Ашин Отец Иолык Каган Супруга чинула Дети Мукан Каган Кары Иссык Хан И Таспар Каган Отношение к религии тингрианства Начало Правление В 542 году Бумын Каган стал вождем племени Ашина В поисках союзников против жужжания император западный Вэй Вэнди Отправил послов к Бумыну для установления дружественных отношений Посланник прибывший к Тюркутам в 545 году был принят радушно В Орде все начали поздравлять друг друга Говоря Ныне к нам прибыл посланник от великой державы Скоро и наше государство возвысится Что указывает на то что господство Жужжане было тягостно для тюркютов и война за свободу их не пугала Бумын проявил невояльность к своему сюзерену и отправил Чинань в столицу западный Вэй Ответное посольство с дарами и тем самым закрепил союз с врагом своего господина Однако за этим не последовал разрыв с жужжаниями По-видимому Переговоры велись тайно Однако Включаясь в мировую политику Бумын сознавал Что он слишком слаб Чтобы бороться с жужжанами Данником которых он был Бумын решил добросовестно выполнять долг союзника и вассала Случай к тому представился в том же году Западные телеские племена тяжело Переносили жужжанское иго Наконец Их терпение лопнуло Они восстали из западной Джунгарии и двинулись в холху Чтобы нанести жужжанием удар в сердце Поход был так плохо организован и время Так плохо рассчитано Что здесь можно предположить скорее стихийный взрыв народного негодования Чем планомерно Организованную войну Когда телесцы были на середине пути Из ущелья Гобийского Алтая выехали стройные ряды тюркютов В пластинчатых панцирях с длинными копьями На откормленных боевых конях Те лесы не ожидали флангового удара А кроме того, они собрались воевать не с тюркютами От которых они никогда не видели ничего плохого А с ненавистными жужжанями Поэтому они немедленно изъявили полную покорность Бумыну А он, приняв ее, совершил второй нелояльный поступок По отношению к жужжане Покорность в степи Понятие взаимообязывающее Иметь в подданстве пятьдесят тысяч кибиток можно лишь тогда Когда делаешь то Что хотят их обитатели В противном случае лишишься и подданных и головы Те лесцы хотели одного Уничтожить жужжаний И Бумын Очевидно, это знал Когда принимал их в свою орду Но так как этого хотели его соплеменники То война была неизбежна Стремление своих подданных Разделял хан И поэтому события потекли быстро Жужжане стремясь вызвать конфликт с жужжанями вместе С тем не желая оказаться в роли обидчика Бумын пошел на провокацию Он обратился к жужжанскому хану Анахуаню с просьбой дать ему в жены царевну Это сразу поставило бы его По степным обычаям На равную ногу С ханом На что тот не мог согласиться Не роняя своего авторитета Разгневанный хан ответил грубо Ты мой плавильщик Тюркюты плавили для жужжания железа Как ты осмелился сделать мне такое предложение Отказ ставил Бумына в положение обиженного А он этого и добивался Чтобы отрезать пути к примирению Он велел казнить жужжанского посла И теперь союз с западным домом Вэй ему весьма пригодился Немедленно он возобновил переговоры с Венди И летом 551 год Получил в жены китайскую царевну Ченли Что окончательно закрепило его авторитет среди кочевников Стремясь использовать внезапность нападения Бумын выступил в поход зимой И одержал полную победу над жужжанами Анахуань кончил жизнь самоубийством А сын его Янь Ло Чен бежал к своим Союзникам-цистцам Здравствуйте Подписывайся на канал Нажми на колокольчик Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok